Исследование технологии возделывания подсолнечника в различных фермерских предприятиях Украины позволило выделить пять наиболее распространенных ошибок, поговорить о которых мы хотим в этом видеоролике. Во-первых, особое внимание нужно уделить выбору посевного материала. Применение отечественных сортов и нерайонированных гибридов приводит к распространению заразихи и таких заболеваний, как фомоз, фомопсис и другие. Также следует отметить, что в условиях повышенной влажности посевы подсолнечника поражаются ложной мучнистой росой. Эта болезнь ярко выражается у отечественных сортов. Во-вторых, следует обратить внимание на несвоевременный и некачественный посев. Это приводит к неравномерности сходов по высоте и густоте растений. Нарушение сроков обработки, норм расхода гербицида и смешивания несовместимых препаратов позволяет выделить третью ошибку. Эти действия приводят к угнетению растений и нарушению физиологических процессов в растении. Четвертой ошибкой следует отметить то, что вследствие неполной системы защиты подсолнечника растения массово поражаются вредителями и болезнями вплоть до полной потери урожая. Пятым нюансом в технологии выращивания подсолнечника следует выделить недооценивание ущерба от различных стрессовых факторов. Например, перепады температур, активная химическая нагрузка, дефицит микроэлементов. Для снижения действия этих стресс-факторов необходимо применять стимуляторы роста и микроэлементы. Ярким примером решения вышеперечисленных ошибок является технология выращивания подсолнечника в предприятии СФХ Мацько, которое расположено в Днепропетровской области. Фермерское хозяйство ежегодно высевает более 10 гибридов подсолнечника различных компаний в целях подбора наиболее оптимального гибрида. На данном этапе агроном предприятия остановился на посеве гран-староустойчивых гибридов компании «Пионер». Гибрид PR64LE20 обладает такими свойствами, как среднеспелый срок созревания, высокая толерантность к новым агрессивным расам заразихий, засухоустойчив. Перед посевом семена подсолнечника обрабатывают инсектицидным протравителем Nuprit 600 – 10 литров на тонну семян, с целью предотвращения повреждения вредителями всходов подсолнечника. Посев в предприятии проводят классическим способом, с междурядием 70 см на глубину 5-6 см, нормой высева 60-65 тысяч семян на 1 гектар. Первую обработку по листу агроном проводит в фазу первой-второй пары настоящих листьев. Целью обработки является уничтожение и подавление большинства злаковых и двудольных сорняков. Применяются такие гербициды, как Miura и Grandstar. В целях профилактики от дальнейшего поражения вредителями используют инсектицид Canonir Duo. Последующие две обработки применяются для борьбы с вредителями и болезнями. Следует понимать, что болезни причиняют большой вред подсолнечнику и снижают его урожайность. Все в оборотах, насыщенных подсолнечником, одной обработки фунгицидами недостаточно, поскольку заболевания начинают развиваться во второй половине вегетации. При выборе фунгицида следует учитывать, что в некоторых случаях различить заболевания визуально не предоставляется возможным, так как симптомы проявления фомоза и фомопсиса, септориоза листьев и альтернариоза совпадают. К тому же на растениях обычно развивается смешанная инфекция, и симптомы накладываются друг на друга. В качестве фунгицида в предприятии двукратно применяется препарат Амистар Экстра. Это комбинированный фунгицид, обладающий лечебной и профилактической эффективностью против широкого спектра заболеваний. Разнообразные вредители присутствуют в посевах подсолнечника всегда, но в отдельные годы и при определенных условиях тот или иной вид становится особенно вредоносным. Подсолнечник повреждают личинка лугового мотылька, подсолнечниковая шипоноска, подсолнечниковая огневка и другие насекомые. В избежании потерь урожая агроном фермерского хозяйства вместе с фунгицидом применяет инсектицид канонир-дуо. Он защищает от широкого комплекса сосущих и листогрызущих вредителей, включая скрыто живущих с максимальной стартовой активностью и длительным периодом защитного действия. Завершающим этапом в обработках по листу является применение борных удобрений. Недостаток бора приводит к стерильности пыльцы, при этом не происходит нормального опыления цветков, что в результате приводит к образованию пустых семян в корзинке и потере урожая от 5 до 10% и более. Для предотвращения этой проблемы в фазу 6-8 пары настоящих листьев в баковой смеси с пестицидами применяется микроудобрение хелатин-монобор. В качестве лучшего усвоения препаратов при каждой обработке применяется прилипатель-магнит. В результате комплексного подхода и современной защите подсолнечника фермерское хозяйство СФХ Мацько получает на протяжении последних трех лет среднюю урожайность подсолнечника не ниже 25 центнеров с гектара. Для сравнения, средняя урожайность в этом регионе за последние три года составила 18-19 центнеров с гектара. Субтитры создавал DimaTorzok